приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как корректно завершить работу вашего линук сервера и сообщить пользователям о том что завершается работа линукса если вы на месте если вы готовы пожалуйста напишите плюс в чат или в комментарии ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компания найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллегиям буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем и лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь к сегодняшнему мастер-классу и так что вам необходимо для того чтобы получился ваш сегодняшний наш сегодняшний мастер-класс ну первый важный момент это собственно сам linux значит вот у меня есть значит linux сервер здесь у меня сейчас залогинена три пользователя дам соответственно это вот root пользователь ubuntu ну и пользователь blog . с эти ком ком соответственно вот мы как раз на этих всех пользователях на этом сервере будем тренироваться ну и второй важный момент это вам понадобится статья из нашего блога ссылку на эту статью вы найдете в описании под видео в комментарии в чате соответственно здесь фактически текстовая версия видео для то чтобы вам не приходилось всматриваться в видео вы банально можете сделать control c control v из статьи и соответственно у вас все получится и так идем дальше значит какой важный момент коллеги то что для того чтобы завершить работу linux а дату необходимо знать соответствующие команды то есть просто так взять и кажется вырубить систему не получится ну и возникает вопрос а что же эта команда для завершения работы linux а эта команда шутдаун соответственно с помощью этой команды вы можете перегрузить систему вы можете выключить ее вы можете вот такие вот действия выполнять команда очень простая пишется шутдаун и так давайте мы с этой командой познакомимся но я расскажу вам основные моменты и так команда простая пишем шутдаун ну а дальше идут всякие опции дальше указываем когда нужно выполнить вот вот те действия и дальше есть у нас сообщение которое будет высвечиваться всем пользователям кто вошел в систему кто залогинился в систему и так давайте смотреть более детально если написать шутдаун нау то соответственно компьютер сервер ваш выключится прямо сейчас прямо сейчас вот да еще важный момент какой то что для того чтобы выполнить вот выключение или перезагрузку вашего вашей системы вас должны быть административные права то есть кому попало просто так не получится выполнять перезагрузку а у вас должны быть административные права соответственно вот например вы должны быть супер пользователем руд привилегированным пользователям руд но или вы должны входить в группу адм по моему или оператор я вот точно не помню в какую-то группу надо входить чтобы воспользователь входил в эту группу соответственно вы дальше сможете уже вот без административных прав без рута перегружать вот по моему группа адм адм или оператор я вот честно не помню давайте глянем ням-ням-ням так не да вот адм вот группу адм вы должны входить в группу адм ваш пользователь соответственно тогда возможно выключение перезагрузка вашей системы без административных прав без рута это важный момент поэтому если вы не рут то соответственно нужно будет написать сюда ну и дальше команду шутаун нау соответственно система будет выполнена перезагрузка прямо сейчас значит что важно то что вы можете указать конкретное время когда вы хотите выполнить выключение вашей системы дам вашей системы и так ну что давайте потренируемся давайте для начала выясним сколько сеть сейчас какое у меня системное время на моем сервере для этого я пишу команду дэйт ну и вижу что у меня сейчас 2154 2151 время у меня ютиси таким образом для того чтобы выключить или перегрузить давайте начнем с перегрузить до соответственно пишем шутаун дальше для перезагрузки опция минус р минус р означает ребут ну а дальше указываем время когда я хочу выполнить перезагрузку ну например я хочу выполнить перезагрузку в 2300 до в 2300 и таким образом пожалуйста я запланировал перезагрузку на 2300 вот и что интересно коллеги если я переключусь на других пользователей то посмотрите у меня никакой информации нету 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 сообщения что система будет выполнять перезагрузку с чем это дело связано с тем что до 23 часов у меня ну почти сколько 22 почти три часа до почти три часа но извещение появляются появляется вот 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 если вы посмотрите исходный код шутаун ютем пи . си файла да то соответственно извещение появляется за 180 минут 150 130 сто семьдесят пятьдесят пять сорок двадцать пять десять девять восемь ну и так дальше до до нуля таким образом у меня получается что сейчас вот еще есть время таким образом у меня сейчас извещения нету да нету извещения что система будет выполнена перезагрузка и так давайте отменим это все дело значит как отменить перезагрузку ну или выключение шутаун минус c c означает cancel и таким образом я отменил перезагрузку если переключиться в другие консоли на других пользователей то посмотрите здесь пишет cancel it cancel и да соответственно перезагрузка у меня отменяется да значит что он has been canceled отменяется вот такая вот интересная штука значит но но да давайте запланируем так чтобы время было поближе то есть не на 23 часа а например на 22 то есть чтобы было там девять минут вот на на вот этот самый ребут и соответственно если я вот нажму то соответственно здесь уже вот появилась сообщение понятно да то есть за системе с go and down и на это да 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 то есть вот таким вот образом вы можете это дело все планировать перезагрузку когда это нужно сделать ну например вот сервер там до вас настроено автоматическое обновление вот понятное дело вы не хотите сидеть там до трех часов ночи чтобы выполнить эту перезагрузку вы можете это дело запланировать это удобно удобно коллеги вот такой вот подход планирование перезагрузки соответственно в определенное время значит что важно если вы не хотите не хотите планировать ну как бы вот вот точно указывать определенное время когда вы там хотите выполнить вот эту самую перезагрузку то можно использовать опцию плюс плюс и указать через сколько минут вы хотите выполнить вот эту самую перезагрузку и так давайте потренируемся пишем шутаун минус р да то есть будет выполнен ребут дальше я пишу плюс плюс и здесь указу через сколько минут выполнить перезагрузку например 181 181 да то есть перезагрузка системы будет выполнена через 181 минуту но и вот система меня уже вычислила когда это дело все произойдет в 0 часов 56 минут 18 секунд ну и соответственно вот когда останется там 180 минут да то есть сейчас минута пройдет вот-вот видите здесь до минута 180 и у меня должно появиться извещение вот извещение но надо минуту подождать наверное до минуту ждем чтобы осталось 180 минут и у меня в консоли должно появиться вот сообщение что система будет перезагружена 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 но ждем пока ждем ждем осталось минута пока ждем значит вот таким образом коллеги это дело все происходит то есть можно четко указать когда вы хотите выполнить вот эту самую перезагрузку значит но и самое интересное самое важное коллеги как же сообщить пользователям о том что система будет перезагружена или выключена и так прошла одна минута у меня прозвенел был звоночек да и вот осталось 180 минут и мне система известила том что будет выполнена перезагрузка да пожалуйста вот все это дело работает ну чё здорово так отменяем шутаун минус c c это cancel отменить и так мы отменили перезагрузку здорово да значит что что еще важно да забыл сказать о интересную опцию значит шутаун минус r это ребут но если вы напишите шутаун минус h h это халт халт это полностью выключить выключить ваш сервер но выключить сервер обычно не применяют обычно выключить применяют на ноутбуке то есть если вот у меня есть ноутбук да здесь стоит у бунта соответственно если я хочу ее выключить то здесь я буду применять опцию минус h таким образом выключить компьютер выключить сервер это шутаун минус h хотите на у хотите укажите когда если ребут кто соответственно шутаун минус r на а сейчас ну или там укажите конкретное время там можете там через 10 минут через пять и так дальше То есть вот таким образом это дело все работает. Ну а теперь самое интересное, как же сообщить пользователю о том, что система будет перезагружена. Итак, делаем shutdown-r, дальше пишем через сколько минут я хочу перезагрузить систему, через 10 минут ставлю пробел. Ну а дальше открываю кавычку и пишу в кавычках сообщение, которое увидит пользователь, что система будет отправлена в перезагрузку. Например, пишу the system is shooting down. Please save your work. Так, да, и кавычку закрыл. Итак, нажимаю enter и, соответственно, моя система будет перезагружена уже через 10 минут. Ну и если я загляну в консоль других пользователей, то, соответственно, я должен увидеть сообщение. Да, пожалуйста, я вижу сообщение the system is shooting down, please save your work. Ну и вот в другого пользователя то же самое сообщение я вижу. Вот таким образом это бывает очень нужно, очень полезно извещать пользователей, потому что у меня вот, например, сервер, да, здесь много чего крутится, разные пользователи, да, здесь порядка 15 пользователей. И каждый что-то там свое делает, что-то там выполняет, кто-то там движок обновляет, кто-то там базу данных бэкапит, кто-то там еще что-нибудь делает. Ну и обновить-то нужно, да, перегрузить сервер нужно, соответственно, нужно как-то всех выгнать с этого сервера, да. Причем корректно, чтобы все сохранили свою работу и никакие данные не потерялись. Таким образом, вот смотрите, да, осталось уже 8 или сколько там, 9 минут и опять сообщение у меня здесь появилось. То есть каждые, то есть за 10 минут до перезагрузки, до выключения в консоль будут вот появляться вот такие вот месседжи о том, что система system is shooting down, да. То есть система будет перезагружена. Ну что, удобно, да. И, соответственно, ваши пользователи, они смогут сохранить все ваши данные, вот чтобы, как говорится, ничего не потерялось и корректно все это дело завершить. Вот таким образом это дело все происходит. Итак, коллеги, ну что, я добрался до конца, до конца статьи. Вот такая вот интересная сегодня у нас такой мастер-класс. Если у вас полезен о том, как перезагрузить, выключить ваш Linux сервер, пожалуйста, потренируйтесь, чтобы у вас тоже все это дело получилось, как у меня. Итак, если у вас все, как у меня, то, пожалуйста, напишите цифру 1 в чат, в комментарии. Ну а если что-либо не получается, то, пожалуйста, пишите вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс, коллеги, оцените его лайком, нравликом, вподобайкой, ну или просто поставьте палец вверх. А если для вас интересна тема Linux, сети, кибербезопасности, программируемых систем, DevOps, DevNet, я вас приглашаю к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, разложить по полочкам. Вот так вот все проделать в формате learning by doing, я делаю, вы за мной, повторяете вас, все железобетонно получается. Мы даем скидку на международную сертификацию, помогаем сертификацией и, что важно, помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому, коллеги, подавайте заявки на курсы, присоединяйтесь, развивайтесь, ну и будем двигаться вперед. Ну а на этом все. Ассалам алейкум. Мир дому вашему. Берегите себя своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. Если что-либо не получается, пишите комментарии, пишите в мой личный WhatsApp, все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok